Дальше сказано, А если же вы покаетесь, то тогда вам ваш капитал. Вам ваш капитал. Вы не обижаете, и вы не будете обижены. То есть, если вы прекратили заниматься расставщичеством, если вы покаялись в этом, то тогда вам принадлежит ваш капитал. То есть, если ты дал кому-то 100 долларов с договором, что он вернет тебе 120 долларов, если твоя тауба, твое покаяние правдивое, значит, ты не должен брать ничего от этого человека, кроме 100 долларов, которые ты ему дал. 20 нет. Если твоя тауба правдива. Вам ваш капитал. Не обижайте, и не будете обижены. Но, к сожалению, сегодня многие люди проводят неправильную аналогию, которая является ложной аналогией, которая противоречит шариатскому тексту. И они говорят, если ты вложил свои деньги в какой-то банк, и это банк неверных, или в Америке, или в Англии, во Франции, или в Герои в какой-то стране, то тогда ты можешь брать проценты, бери проценты, которые дают, но только давай садака на них, отдавай их в качестве садака, не бери себе. Сейчас Руссамин рассматривает этот вопрос в своем шархе, в своих комментариях, и говорит, Субханаллах, как это так, говорит он? Это все равно, что человек испачкает свои руки кровью наджасой, кровью наджасой, а потом пойдет и помоет свои руки. Почему не избегать прикосновения к наджасе с самого начала? Зачем вообще это все делать? И этот каяс, это аналогия, которую проводят эти люди, что да, положи имущество в банк, но только потом возьми само имущество, а проценты отдай в качестве садака. Этот каяс неправильный. По нашему шариату что ты должен сделать? Даже если так получилось, что ты вынужден был положить в банк деньги, хорошо, то есть у тебя не было выхода, и тебе дают проценты, должен сказать нет, не надо. Наш шариат запрещает рейба. Некоторые люди говорят, нет, надо брать. Надо брать, потому что они потом, если ты не возьмешь, они эти деньги потратят на строительство церквей, на то, чтобы сражаться с мусульманами. Еще Хусамин говорит, это кто сказал? Во-первых, кто сказал, что это будут именно эти деньги потрачены на строительство церкви или будет потрачено на войну с мусульманами? Может быть, этот человек возьмет себе, или возьмет своей семье, или возьмет он на свои какие-то нужды? Кто сказал, что это будет потрачено на церкви? Потом, даже если он потратит это на церкви, разве ты отдал свое имущество на то, чтобы он построил эту церковь? Разве это было твое имущество, чтобы сказать, я помог ему в грехе построить церковь или воевать с мусульманами? Это вообще не было твое имущество, но тебе нет никакого греха. Эти деньги и не стали твоими, чтобы тебе их взять и потом сказать, я тем самым помогаю мусульманам, например, и не хочу, чтобы строили на это церковь. Поэтому они тебе не дают твой доход. Это не твой доход. Не доход с твоих денег. И, может быть, ты вложил эти деньги, они использовали их там, да, как-то его крутили, наоборот, потерпели, наоборот, убыток. Но они обязаны тебе дать твои деньги, еще плюс обязаны дать проценты. А это уже риба. И это явный вид риба, очевидный в своей основе. Это не твой доход. Но если даже представить, что, например, твой доход, что-то там осталось от твоего дохода, предположим, разве ты им сказал, используйте мои деньги, или используйте эти деньги на строительство церкви, или на сражение с мусульманами? Или используйте его в хараме, в запрещенных целях? Нет, ты не говорил этого. Не говорил. Поэтому нужно бояться Аллаху, и слушаться Аллаху. Не придумывать ничего от себя. Не проводить никаких своих собственных сравнений умозрительных, говорить, ну вот, киафры используют у нас строительство церкви, или они используют там на войну с мусульманами, и так далее. Нет, тебя это не должно касаться. У тебя есть шариат, у тебя есть приказ Аллаха. А Аллах, субхану на тааля, говорит, что? Оставьте то, что есть из риба. Не берите. И сказано, если вы покаялись по-настоящему, тогда вам ваш капитал, сказано, все. Не обижайте, не будете обижены, не притесняйте. И вам не будет это притеснение. А так, чтобы взять это и сказать, я потрачу это в качестве садака, говорящего с Амином, это наподобие человека, который берет свою руку, опускает в кучу надясы, в кучу дерьма, пачкает там руку как следует, потом вытаскивает, ищет воду, чтобы помыть свою руку. Поэтому такие домыслы, это неправильно. Это ошибка. А потом второе, где гарантия у тебя, что если тебе придет этот доход, то есть не доход это даже, а эти проценты ты возьмешь из этого банка, а если это будет еще кругленькая сумма, где гарантия, что ты устоишь против щейтана, против своего нафса, против скупости своей души, и отдашь это в качестве садака, особенно если это богатые люди, у них миллион или два миллиона, он скажет, подожду еще, пусть поводит у меня эта сумма пока. Потом пройдет день, два, а может быть так, что он умрет через несколько дней. И потом это все останется на его совести. Третье, почему это не нужно делать? Потому что тем самым ты станешь примером для людей. Особенно если ты религиозный человек, люди на тебя смотрят, значит люди посмотрят на тебя и скажут, он как-то более богобоязненный, чем я, у него знаний больше. Вот смотри, он кладет свои деньги в банки, потом берет и отдает эти суммы в качестве садака. Будет брать с тебя пример. А потом люди будут делать это, потом уже, может быть, вообще не будут отдавать в качестве садака. А потом еще людям начнет нравиться вообще иметь дело с банками, с ростовсическими банками. мусульмане успокоятся и будут прекрасно себя чувствовать, сотрудничая с этими банками. И это также воспрепятствует чему? Тому, что мусульмане будут стараться как-то решить по-другому эту свою проблему, чтобы создавать по-настоящему действительно мусульманские банки, исламские банки, которые именно работают так, как положено. Потому что создать по-настоящему работающий по исламским законам банк это очень сложно. Многие банки, которые называются исламскими, на самом деле у них присутствуют операции, которые являются ростовсическими. И вот этот твой пример, люди последуют за тобой, это приведет к тому, что люди перестанут стараться, что как-то решать эту проблему, создавая на настоящем исламские банки. И поэтому тот, кто говорит, бери риба, бери проценты, и давай просто в качестве садака, это противоречит шариатскому тексту. Это противопоставление киаса тексту. Мы с вами учились, то есть киас не принимается в расчет и отвергается, если он противоречит шариатскому тексту. А шариатский текст нам что говорит? Коран нам говорит, фалякум руусу амуаликум, вам ваш капитал, ля тузлиму, ля тузлиму. Если даже ростовсические операции, которые во времена джахилии проводились, во времена прокалей, салатуссалам, люди в джахилии занимались ростовсичеством, и это у них, то есть до прихода шариата, занимались этим. И у них считалось это халяль, это мубах, никакого греха никто в этом не видел. Но даже, несмотря на это, Пророксалам сказал, что риба джахилия маубу, все, проценты джахилийских времен отменяются. Хотя у них это считалось мубах. Что тогда говорить о мусульмане, который четко знает, что это харам, а потом берет эти проценты и говорит только главное садакадай. К сожалению, многие люди как бы запутались в этом вопросе. Говорят ничего, ну, бери, главное только отдавай это в качестве садака или избавляйся от этого. Но если серьезно подумать, взвесить, то тогда, какое у нас будет оправдание перед Аллахом в судный день. Если мы поступим так, как говорит Чайя Усамин здесь, у нас есть оправдание, у нас есть текст. Мы скажем, Аллах Субхану Таля, что там, что в твоей книге сказано было, но если вы покаялись, то вам ваш капитал, ля Толзалиму, на Толзалиму не обижайтесь, не будете обижены. Это довод. От этого мы должны исходить. Из этого. Нигде там, посмотрите, не сказано, а если вы покаялись, сказано, то вам ваше имущество, вам ваш капитал, но нигде не сказано, кроме, если это операции с неверными вы проводите. Если только это не в отношении кафферов. Там можно. Нету такого ваять. Не сказано, если общаетесь с неверными, то можете брать рыба. К сожалению, поэтому многие люди, даже у которых есть знания, как бы в этом вопросе, они путаются, запутались и говорят, что можно это делать. Нет, верующий человек, он должен сказать, раз Аллах Субхан так сказал, я должен сказать, услышал и повинуюсь. Я беру свой капитал, все остальное я не беру. Я оставляю это. Я оставляю это. То, что хотят, то и делают. Потом, даже если у них это остается, то есть, если ты не берешь эти проценты, почему нужно думать, что они начнут на это строить церкви? Как будто бы у них нет больше денег, кроме как твоих вот этих денег, чтобы на это строить церкви. Даже если ты не дашь эти свои деньги, все равно они будут строить свои церкви, и все равно они будут вести войну с мусульманами. Дашь ты свои эти проценты, или не дашь им эти свои проценты, то все равно они будут вести войну с мусульманами. То есть этот вопрос не зависит от твоих денег. Будут они брать и вытратить на церкви, или будут тратить на войну с мусульманами. Это еще если предположить, что они действительно это делают. То есть на твои деньги. Это не зависит от твоих денег. Это шейтан, который играет с умами людей. И внушает ему такие вот шубухаты. Как бы то ни было, между нами и людьми есть судья. Это жарятский текст. Книга Аллаху Субхануа Тааля, где сказано «Ваин тубатум фалекум русу амаликум». Если покаетесь, то нам ваш капитал. Если мы будем следовать за шариатом Аллаха, то Аллах Субхануа Тааля в каждой нашей беде, в каждой нашей трудности даст нам избавление. Если же мы начнем действовать не на основе шариата, а на основе своих аналогий и своих умозрительных заключений, то тогда мы получатся уподобимся тем, о которых говорится в начале аятов. Что сказано? Они сказали именам Альберия Мисля Риба. Поистине торговля наподобие рыба, наподобие ростовщичества. Или уподобился Алья Азубеля Шейтану, который сказал Аллаху Субхануа Тааля, когда он приказал поклониться ангелам, он сказал «Я лучше, чем он, ты создал меня из огня, а создал его из глины». Алья Азубеля Шейтану. Алья Азубеля Шейтану.